Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас вот такие вот тяжёлые дни, надвигается карантин всеобщий, поговаривают о закрытии метро, но жизнь не прекращается, и я решил сегодня не про ужасы грядущие, карантинные вам рассказывать, а поговорить, в общем-то, о науке, о прикладной науке. Это то, что называется радиологическая медицина, скажем так, радиология, да, так вот в медицине называют. Для нас и для нашей страны это достаточно редкостный объект, а так вообще говоря, применение ионизирующих излучений, гамма-лучей, бета-частиц, альфа-частиц, оно, в общем-то говоря, характерно для таких продвинутых, дорогих медицинских услуг, они действительно очень дороги, которые на Западе активно применяют. Вот, по-моему, даже в годы моей молодости основной вклад в популяционную дозу населения, у нас в России вклад это вносили часы со светящим циферблатом, а у них за границей, значит, на Западе основной вклад был от вот этих вот методов радиологических исследований и лечения. Значит, ну, во-первых, самый такой простой и наивный, наверное, даже он у нас применялся, это называется гамма-нож, так его называют, или гамма-скальпель. Значит, пучок гамма-излучения, который, значит, вырывается из коллиматора в таком свинцовом домике, а в этом свинцовом домике находится кобальт-60, вот гамма распадается, ну, вот этот пучок гамма-излучения, узко направленный, он всё, что хочешь, проникает насквозь, и вот всё по своему направлению убивает. Это не очень здорово, потому что он убивает все те ткани, которые и перед опухолью, и за опухолью, значит, он приводит к такому вот разрушению. Второй вариант более продвинутый, это, скажем так, мягко говоря, не наш вариант, это вариант с использованием бета-радиоактивных изотопов. Бета-изотопы, они при своём распаде спускают электроны или позитроны, неважно. Эти электроны или позитроны, они тормозятся на, ну, скажем так, проникающие способности, их меньше, чем у гамма-излучения. У гамма-излучения вообще, он просто ослабевает по экспоненте, есть какой-то слой половинного ослабления, вот на нём он два раза падает, и так далее. А вот электрон, заряженная частица, она движется среди, значит, атомов, когда окружённых оболочками из электронов, она их, как бы сказать, увлекает за собой немножко, срывает с места, теряет свою энергию постепенно, и вот ионизирует везде. И поэтому по этому пути может убивать, значит, клетки по пути своему движению. Такого рода препараты использовали, и сейчас, наверное, используются в виде капсул. Маленькая капсулка, которую, значит, вводят вот в тот орган, в котором есть опухоль, вот чтобы они убивали эту опухоль. Вот так вот разного рода заболевания лечат. Я не хочу, скажем так, сейчас вешать какой-то ярлык, какие именно органы им лечат, какие не лечат. Ну, вот я знаю, что пищевода так лечат. Некоторые заболевания, связанные с костным мозгом, вот такие вот вещи, очаговые всякие. Вести в какой-то очаг, ну, то... Я еще раз повторюсь, я не медик, не могу сказать насчет эффективности этого момента, хотя он сам по себе очевиден. И то, что он не приводит к какому-то разрушению такому, это да. Так вот, самая коронка, самый пик, это альфа-активные изотопы. Вот альфа-активные изотопы. Ну, вот, например, актини-225. Меня про него почему-то настоятельно все время спрашивают. И не только этот изотоп. Там и лютеции есть, 177-ой, и И3-90. Это альфа-активные изотопы. И изотоп-радия тоже. Альфа-активные изотопы, значит, подбираются они следующим образом. Во-первых, надо, чтобы их период распада был как можно короче, чтобы не заморачиваться. Вот. Идеальным, наверное, является изотоп, у которого период полураспада несколько часов. Но его не доставишь до потребителя. Потому что, вот как, например, получают эти изотопы. Это либо в реакторе что-то облученное. Из него выделяют эти изотопы. Значит, достаточно сложно и далеко это вот место, где лечение происходить может. А лечение где-нибудь за кордоном, туда надо самолетом доставлять. А второй вариант – это бомбить протонами высоких энергий, но очень интенсивным пучком. Таких интенсивных пучков немного на белом свете. Один из них под Москвой. В Троицке, вернее, теперь это уже Москва. Линейный ускоритель протонов, который назывался еще мизонной фабрикой. Линейный, сильно точный ускоритель протонов. О нем хотели получать огромное количество мизонов, вот, чтобы их, значит, исследовать. Для этого когда-то строился, для научной цели. Вот. Мизонные фабрики, так называли, такого рода ускорители. Их сейчас несколько штук существует в мире. по-моему, три или две единицы. Ну, это впечатляющее сооружение. На нем был. Там километровый, ну, порядка километра вот такой вот линейный ускоритель. Пучок протонов вот может бы высаживаться на фольгу, по-моему, ториевую. Из нее уже химическим методом выделяют нужный изотоп. Значит, соединение изотопа, по-моему, хлорид этого самого актиния вот вводят в организм. А изотопы есть, накапливаются в определенных органах. Вот, например, по-моему, актиния, он любит накапливаться в предстательной железе. И вот при, вот, так сказать, раковом поражении предстательной железы, при наличии там метастазов, он аккуратно будет убивать, значит, клетки. Значит, чем замечательен альфа-излучение? Вот так обычно в норме. Альфа-активный изотоп, он, значит, не преодолеет барьер вот верхнего рукового слоя кожи, в нем поглотится. Ну, как в старой детской книжке писали, чтобы остановить альфа-лучи достаточно папиросной бумаги. Если этот альфа-активный изотоп попадает внутрь организма, ну, например, на слизистую оболочку легких или желудка, вот там он повреждает, приводит к радиационному поражению. Помните, гибель Литвиненко, погибшего от Вот. Ну, вот такого рода вещи печальные бывают. Ну, и учит любого курильщика, который этот полоний вдыхается табачным дымом. По странному, непонятному, достаточно редкий изотоп, он даже, как бы сказать, считается искусственным, тем не менее, в природе каком-то количестве существует, он концентрируется в листах табака, и потом, значит, при сгорании вместе со смолой вот этой табачной, вот этим дымом таким табачным, синеватым, он попадает в легкие, там оседает, значит, бомбит легкие. Ну, конечно, их мало очень, это не Ледвиненко, но, наверное, это один из факторов, который считается негативным фактором курения, не только вот непосредственно химическое канцерогенное воздействие этой смолы, но и вот эти альфа-частицы. Вот. Ну, так вот, альфа-частицы поглощаются на очень коротком расстоянии, я бы сказал. Ну, то есть, это вот буквально несколько клеточных слоев. Поэтому, попав в нужное место, они только этот орган вот. Ну, такого рода производство, вот, по-моему, у актини, там что-то чуть меньше 10 дней, 9,5 период полураспада. Это не очень хорошо с точки зрения, так сказать, выведения из организма, но замечательно с точки зрения доставки от потребителей как-нибудь самолетом куда-нибудь в Америку, там, где есть достаточно платежеспособные потребители. Вот, в институте имени Леяпунского такого рода изотопа получают из, значит, мишеней, облученных нейтронами в реакторе. А я не знаю, получают или не получают, но об этом регулярно мне рассказывали в институте ядерных исследований в Троицке. Вот там, значит, для медицины изотопы это делают. Я видел в интернете диссертацию, значит, которую написал человек, который вот как раз там, на этом реакторе, занимался получением вот этого актиния 225. Вот он там, знаете, да, кстати, у актиния 225 есть очень интересные свойства, очень редко. Вы знаете, вот ядро, например, гелия, это два протона, два нейтрона, оно такое очень устойчивое, и оно как раз именно оно-то является альфа-частицей, то есть, вот вылетает из ядра. Существует еще распад у того же самого актиния, очень маловероятный, там какие-то исчезающие доли процента, это когда из ядра вылетает ядро С14, представляете, С14, 6 протонов, 8 нейтронов, вот такое ядро, но оно, конечно, еще сильнее тормозится, это очень такой прелестный интересный факт, но не для медицины, а просто для, так сказать, для классической ядерной физики, которая на самом деле атомным ядром занимается, потому что ядерная физика обычно называют и относят, в мое время уже относили всякие события, связанные с мезонами, там вот эти все вещи, а от этого ядро, вот оно распадается и сразу излучает готовое ядро, то есть, вот внутри ядра с какой-то вероятностью образуется ядро С14, это просто нам интересно, вот, ну, спасибо вам за внимание, спасибо, что у меня задали этот вопрос, мне его два раза задавали, я как-то от него отмахивал, сам наконец решил про него рассказать, в общем, по-моему, мне на самом деле достаточно интересно, на мой взгляд, ну, вот, что тут социальные сферы, ну, это не наша медицина, это заграничная медицина, потому что она очень дорогая, там за границей тоже ведь есть медицина для таких, как мы, для бедных, и для таких, как они, для богатых, вот, ну, вот, медицина для богатых очень больших денег требует, там, сумасшедшие деньги, требуется для производства этого изотопа, вы сами понимаете, выделить его надо еще оттуда, вот, не забудьте меня поддержать материально, Paypal, Яндекс.Деньги, Kiwi кошелек, кошелек ВКонтакте, Donation Alerts, теперь вот так мне пишут, Donation Alerts, там все это у меня внизу есть, самый любимый и простой для меня понятный счет в Сбербанке, и номер карточки Сбербанковской, вот туда может мне денежку присылать, спасибо вам за поддержку, не забывайте нас поддержать, я этим, это интернет-ничнество, я вообще говоря, создатель интернет-ничнества, мне кажется, скажут, нет, не ты создал, ну, понятное дело, у Победы всегда много родителей, о поражении вся сирота, но вот интернет-ничнество это победа, по крайней мере, для меня, жду от вас поддержку, пока.